Ну это как звук, как у приоры Любой валют должен сделать Вот вы можете поверить, что эта машина едет быстрее, чем ГТР Быстрее, чем Ламборгини Хуракан Ох, ***, что-то просто *** какой-то, вы чё, ***, такие этажи нельзя строить Это так и должно быть, да? Да, это так и должно быть Так и так, здравствуйте, дорогие друзья И сегодня у нас на тесте Mitsubishi Lancer Не простой Lancer, а 10-й Lancer У нас автомобиль 2008 года Я вот даже на него смотрю Но вот вы можете поверить, что эта машина едет быстрее, чем ГТР Быстрее, чем Ламборгини Хуракан То есть это один из самых быстрых автомобилей в Москве Я думаю, и в России Но пока на официальные соревнования он не выезжал Но самое интересное, что человек ездит на нём каждый день Климат-контроль, музыка и всё хорошо Значит, машина 2008 года Стоимость этого автомобиля, ну, сейчас рыночная стоимость Со всеми там 2-2,5 миллиона А стоковый автомобиль примерно стоит у нас около миллиона рублей Быстрее чего он едет? Я первый раз задал владельцу вопрос Ну, ты с кем-то гонялся, кому-то ты проиграл Ну да, я, говорит, гонялся с турбо-хайбусой Но после 300 всё равно её догнал И вот как-то у нас эта внешность Вот, да, вы все сейчас скажете Вот, девятый Evolution намного лучше Он бы улегче Там чугунный мотор, тут алюминиевый В чём преимущество этого автомобиля, на мой взгляд? Вот внешне, когда вы едете на Evolution, на девятом Все прекрасно понимают, что вы едете на девятом Evolution И все понимают, что он валит И все ждут каких-то нереальных от вас результатов Этот автомобиль выглядит как обычный двухлитровый ланцер в обвесах Которых ездит сейчас дофига У них у всех вот эта фишка Вот они ставят огромную сеточку Они переставляют сюда номер Тонируется Всё прям круто Вот всё прям круто Но самое интересное Если хотя бы визуально этот автомобиль похож На десятый ланцер И даже в спорт обвесе с антикрылом Ни одна кузовная деталь сюда не подойдёт Ну, бампер здесь другой Капот другой Крыла другой Я думал, двери подходят Даже двери не подходят от обычного ланцера Задняя крышка багажника Может быть, подойдёт Но тоже не факт А так, если посмотреть в камере Может быть, он и смотрится действительно Как обычный стандартный ланцер Но визуально вы видите вот эти вот боковые расширения Вот эти вот серьёзные диски тормозные Серьёзные красные суппорта Брэмбо Значит, всё замечательно Ещё что выдаёт этот автомобиль Значит, у нас Смотрите, выхлоп Некоторые ради понтов Выхлоп как бы направляет вбок Но здесь Он смотрит Именно так Немножечко Правее Потому что Это прямая труба Она прям идёт Вот прямо до мотора То есть Она без изгибов Без ничего В принципе, это говорит о том Что автомобиль Очень и очень Мощный Давайте посмотрим Техническую конфигурацию Этого автомобиля Очень лёгкий капот Распорка Что под капотом Сразу же может удивить Так это Металлический Мощный впуск Какой впуск Естественно Такая и турбина Но здесь Размером Турбина стоит Ну, примерно С 35-й гард Раньше При полном бусте При давлении Там Сверху Три бара Она всасывала Воздушные фильтра Поэтому нашли Специальные усиливы И наконец-то Добились того Что воздушные фильтра Не втягивают Ну, вы можете, конечно, сказать Что ваши девятки Тоже всасывают Воздушные фильтра Но вот усиленные К сожалению Они не смогут Уже всасать Значит Далее Мотор алюминиевый 2 литра 4 цилиндра Этот мотор Сделан специально так Чтобы держать Большую мощность Значит, у нас две прошивки Первая прошивка Зимняя Это примерно 560 лошадей Вторая прошивка Зимняя Плюс Это Уже идет У нас впрыск метанола 700-710 лошадей Этот автомобиль Можно назвать Самым быстрым автомобилем На роботе в мире Таких автомобилей Три Вот один у нас Один в России В Греции И Америке Ну вот у нас сегодня Прям эксклюзив на тест-драйве Из показателей Которые были заявлены владельцам Около 2,5 секунда 100 Но самый впечатляющий показатель Это 100-200 Она едет Она едет 5,5 Максимальная скорость 320 метров в час Расход топлива по городу 10 литров Ну, 10-12 Ну, блин, жрет Что по роботу У нас ставят усиленное сцепление Усиленные вилки Все По полному приводу Естественно, постоянный полный привод Аяк убрали Поставили обычный РС-редуктор Подвеска, сток, тормоза, сток GTR, значит Вот тут я знаю, что Школьники будут выпендриваться Стандартный GTR Эта машина объезжает Stage 1 она объезжает Stage 2 она объезжает с трудом Но Stage 3, когда ставят огромные турбины Там с каким-то нереальными бюджетами По 4 миллиона Вот, естественно Я думаю, что Вряд ли этот автомобиль осилит Но, опять же Цена и скромность Этот автомобиль украшает Ну, это как Звук, как у Priora Знаете, ничего такого Чтобы Значит Про динамику этого автомобиля Ну, в летних условиях Как там, с кем он гонялся Я ссылочки в описании На YouTube На эту машину Когда она прям летом Прям припом... Вот, турботаз едет Девятка, смотри, турбовая О! Давай с ним заедем Ну, у него будет отмазка Там, зацеп не поймал Там, да, туда-сюда Значит, зачем здесь нужен метанол? Метанол, в принципе, понижает Температуру сгорания В камере Соответственно, когда Сюда сверху дует 3 бара давления Там такая жопа начинается Что нам надо, чтобы все это не разлетелось А если все это разлетится Тут будет очень весело И дорого При всем при этом у нас есть Работающий климат-контроль Подогрев сидений Блютуз Все у нас замечательно Значит, у нас при всем при этом Есть автоматическая трансмиссия Ну, правда, из минусов я бы отметил То, что лепестки у нас вместе с рулем Но этот автомобиль не для поворотов Потому что на нем в ралли спринт не поедешь На кольцо, мне кажется, тоже очень сложно Потому что, как мне сказал владелец Никогда в жизни на этом автомобиле Под газом не перестраивайся Иначе унесет И потом Потом будет Не очень хорошо В принципе, ну что Достаточно комфортный Удобный автомобиль Бюджетный Для такой мощности Что еще надо для полного счастья Назад мы не Не будем садиться Ну и нафиг это нужно Просто поедем Итак, чтобы, естественно, сдвинуть нас в рычаг Мы поднимаем вот это вот Так называемое кольцо Наверх Жестко двигается, на самом деле Twin Clutch SST Ну, практически на холостых Как обычный гражданский автомобиль Начинаем движение Так, сейчас мы едем, значит, на зимней прошивке 550 лошадей Да? Такая лайтовая Сама быстро Я вроде нажал на газ Она сама быстро переключилась А тут мозги управления Прошивку не меняли коробкой Стоп, все стоп Ну нет, то есть это при обучении коробки Я думаю, будут вопросы Почему горит датчик уровня масла в двигателе Но это потому, что его здесь нет Поэтому я тоже задал вопрос Может быть, все-таки стоит долить А нет, его здесь нет Ну и зачем он нужен? Все на глаз Очень легкий руль, я бы сказал Ну, так как у нас, в принципе, подвеска и тормоза стандартные Поэтому сейчас мы можем сказать, что по рулежке это стандартные десятые эволюшн Тормоза у нас после мойки еще скрипят Вот сложно найти прямую, где можно прям ускориться на нем Вот реально Не знаю примерно, как он едет Ну не так будет жестко, абсолютно нормально Только чувствуешь, как тут какой-то мощный фен так поддувает с ним, знаешь Такая воронка стоит огромная Этот звук Очень угрожающий В общем-то, до трех, до четырех тысяч оборотов Обычный двигатель стандартный Ничего не предвещает нам какого-то такого мощного рога Но сегодня хорошая солнечная погода И самое замечательное Сейчас у нас уже показывается более-менее асфальт За который можно, думаю, будет зацепиться Я замечаю, чем быстрее машина, чем медленнее ездишь по городу А если с учетом того, что у тебя одна из самых быстрых эволюшенов на роботе в мире, то Тебе просто как будто матом кто-то шлет из-под капота Таким, знаешь, вот этот звук надо запикивать Это сейчас 150 был? Смех-то нервный у меня уже Мне на самом деле не весело Очень страшно пока нажимать в пол на этой машине Да не так и страшно на самом деле А что-то мотаешь головой Очень долго думает мотор, прежде чем ускориться Тихо, 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 тихо Тормозим, тормозим, тормозим Тут передача можно тормозить или не стоит? Стоит А ручник работает? Да, но Вообще тут много у меня вопросов по этому автомобилю Но мне нравится Знаешь, вот ощущение, что он более контролируемый, чем был столько и даже ГТР Что-то как-то ты его чувствуешь Может быть, это такое чувство, пока меня четырьмя колесами после двухсот сносить начнет Но здесь даже больше угрожающе звучит турбина, как она дует в звуке Нежели даже сам мотор А, тут у нас отлично Но у нас тут наряд под ГАИ замечательно просто Вот самое вот В тот день, когда ты тестируешь 700-сильный, самый быстрый эволюшн на планете Обязательно тут наряд полиции должен стоять Здравствуйте Хотите, может, проверить у нас, все соответствует ГОСТу или нет в машине? Да, они даже не посмотрят Но обычный десятый лансер Вот в этом плюс этой тачки Кому он нужен? Мне кажется, понеслось Сейчас чуть-чуть перевернусь Что это-то звук Вот тут, я не понимаю, вот тут лед или нет Вот с прямыми колесами Хорошая привора на валах Этот лансер объедет ходом Очень, кстати, адекватно рулится автомобиль И десятая подвеска Десятые тормоза стандартные Эва Справляются Я, конечно, сейчас боком на нем никуда не входил Не пытался, но Но ощущение корчап начинается после 4000 оборотов Вот что, прям корч-корч Он сначала так ускоряется, а потом... У нас Росклотик почему-то работать не хочет в этот раз Такие ощущения Смешанные Не мы дымимся? Ну, под нас А вот это? А вот это вот? Где? Ну, дым А, это нормально? Это нормально? Я же сюда заходил А может и нет Это не нормально, думаешь? Ух, смотри, сегодня дымилось Я же говорю, а масло вот это Ну, это так и должно быть, да? Да Это так и должно быть Да нормально, это же корч Огнетушитель есть? Нет Я не знаю, настолько сосредоточен, я не могу расслабиться на этом автомобиле Я просто... Ну, сейчас 200 плюс будет где-то скорость Мне самое главное, чтобы уровень масла Пусть там горит, что надо Мотор жалко Так, а что нам надо сделать, например, чтобы включить, типа, прошивку зима плюс Остановиться Я сам могу или ты нужно бежать? Да, ты можешь сам, смотри, вот от коробки, я, собственно, видишь, что там, да, где-то им клачатся Вот это, да Да, один раз нажимаешь вверх Вверх? Да, один раз Так И один раз очень долго вверх Дажми, держи С-спорт появился на экране С-спорт появился на экране, да Да, там, дальше, соответственно, кнопочка on, off, конди, видишь? Да, вот это, да? Дажми и держи, пока слева от тормака начнет мигать такая шейка Все? А, мигает, так Зеленый тумблер вверх Просто вверх? Да Ничего не, просто вверх? Просто шелк, например Да, все И езжели А, то есть он не в автоматическом режиме будет переключаться, да? Не вверх А переключать при скольки примерно? Семь двести мы уже клацаем, да? Да Да, все пристегнулись Включаем в D также, да? В D и к себе И к себе вручную Вот вручную А с педалью не получится, да? Не получится, а цепь не будет на нашу пактуру Ох, е**й Что-то просто е**й какой-то Вы че? Такие тачки нельзя строить Это е**й какой-то Нужно на ней просто на раз-два Просто, просто пи**й Я даже не успеваю нажать на лепесток, понимаешь? Да, ну нет, я думаю на семи начну нажимать А смотрю уже там в семь с половиной, когда я нажал Вот это намного круче Вы замечаете, что мы едем только по прямой вообще на этой машине? И кому-то на взлет идем Вот это вообще не удовольствие Это как бы не убийца, понимаешь? Ты просто едешь и думаешь Не сдохнуть бы щас, а? Ну мне нравится Мне он прям Еще хочется попробовать, как на этой мощности он за мной заходит Вот я же сейчас, у нас стабилизация полностью выключена, да? А, включена Так, у нас вторая передача, первая, да? Вылетел Я сейчас чуть-чуть понесло, вот чуть-чуть На самом деле, я бы вот сказал прям вот На стандартном Геттере ездить страшнее почему-то Ну, с точки зрения, может быть, ты тут привык просто Часто едешь на автомобиле С-класса И тебе, они кажутся просто по размерам как-то более понятны По посадкам Но Геттер был более непонятным Ну, а знаешь, это не так, когда ускоряешься И чувствуешь вот она Коп чуть-чуть в бок, блядь Я просто, понимаешь? Вот я реагирую на переключение на 7 В итоге переключение получается 7200 И мотор очень хорошо крутится Вот каркас Вот я разговаривал с владельцем Я говорю, почему ты каркас не ставишь безопаснее? Она говорит, на 300, если поведет, там ни каркас, ничего не спасет Поэтому, зачем лишний вес? А эта машина очень за считанные секунды разгоняется до скоростей Которые, в принципе, уже ни одна система безопасности Неважно, там 5 звезд у вас или еще что-то Возможно, если бы, возможно, у вас была какая-нибудь рамная машина на каркасе Может быть еще что-то, но... С места, конечно, не получится результат показать Но вот сейчас, если бы мы поехали Сток геттер бы на сотку точно бы от тебя уехал сначала Нет? Потому что плачет Вот ее начинает так вот 0,130 секунд Чуть-чуть при перестроении действительно несет И причем даже другая бы дорога была Я не знаю, может быть холодно, может зацепно Реально вот Это просто какой-то монстр Реально очень скользко Мы хотели выехать на платное, но то же самое будет Само покрытие где-то мокро, где-то лед Сегодня у нас минус 7, минус 8 Поэтому я думаю, что заезды с ГТРами, с хайбусами, с литровыми Мы отложим на потом Потому что обязательно нам нужны ГТРы, чтобы сравнить с этим автомобилем Вот такой вот интересный автомобиль И самое главное его преимущество Вот посмотрите на него Обычный волк в овечьей шкуре То есть вот так и не скажешь, да Что этот автомобиль так может ехать Показываю такие результаты Очень интересно то, что у него практически стандартный клиренс И человек на ней ездит каждый день В общем, это был вот такой вот тест-драйв Где я постарался хотя бы передать ощущение от управления Одним из самых быстрых эволюшенов на роботе в мире Спасибо вам за внимание Всем пока!